Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Моя проблема в том, что меня не устраивает мой образ жизни, что не хочу работать, а хочу сидеть дома с детьми, но пока не могу забеременеть. Я не чувствую себя девушкой, другого способа перестать работать, кроме как учить декрет, меня нет. Помогите, пожалуйста, получше разобраться со своими комплексами. Ну, безусловно, вам можно помочь, но для этого нужно с вами поговорить, получше выяснить вашу историю, историю вашей жизни и разобраться в тонкостях и нюансах вашей личности, чтобы понимать картинку в целом. Во-первых, если вы не хотите работать, то это, на мой взгляд, всегда связано с негативным отношением к труду. То есть у вас, вот именно у вас, негативный опыт, ну, взаимодействия с трудом, ну, со своим трудом, вот. То есть, как бы, труд для вас это априори получается что-то заведомо такое тяжёлое и что-то заведомо неприятное, неудобное, ну, неудобное и так далее. Вот. Имеет ли это действительно место? То есть, на самом ли деле это так? Сказать, пожалуй, нельзя, потому что, опять же, о вас ничего не известно. А, быть может, это ваше такое сознательное решение, быть может, это ваша, ваш сознательный выбор не работает. И в этом нет ничего аномального, в этом нет ничего плохого. Ну, естественно. Но тогда вам необходима и ответственность, как мне думается, за этот выбор на себя брать. То есть, иными словами, вам, как мне думается, не нужны дети для того, чтобы не работать. Ну, то есть, здесь, в этом смысле, мне кажется, все довольно просто. Не хотите работать, не работайте и всё. А то получается довольно странная история, что вы не хотите работать, но говорите, что вот мне, ну, мне как бы нужны дети, да, и нужно разрешение, чтобы не работать. Это, мне кажется, проблема страхов уже здесь наблюдается у вас. Вот. Ну, как бы... Я повторюсь, да, на всякий случай повторю свою мысль, что если вы не хотите работать, то не работайте, не надо работать, если вы не хотите. Вот. Потому что... Не будет в этом смысле у вас чего-то, ну, чего-то хорошего. Не будет у вас в этом смысле чего-то позитивного, если вы, например, будете работать через силу, да, допустим. Или если вы не будете работать, используя для этого, ну, детей. То есть, вот. У вас просто в таком случае довольно плохо, на мой взгляд. Будут складываться отношения с детьми. Вот это, как мне кажется, такой серьезный достаточно момент. То, что вы не чувствуете себя девушкой, ну вот, то, что вы себя не ощущаете девушкой, я думаю, это действительно вопрос, ну такой серьезный вопрос, ваших особенностей восприятия себя. То есть это то, как вы себя воспринимаете, это то, как вы к себе относитесь в первую очередь. Вот. То есть здесь вам нужно, на мой взгляд, исследовать именно элемент того, как вы, как вы, ну, воспринимаете себя. То есть какой вы себя видите. Вот. И уже, соответственно, дальше можно будет о чем-то говорить. Вы пишете про комплексы свои и здесь вроде бы, вроде бы, ну вот в контексте комплексов вроде бы все понятно, что у вас комплексы не совсем понятно, в чем и где вы комплексы свои видите. То есть в чем для вас проявляются ваши комплексы. вот. Вот это, на мой взгляд, такой достаточно важный момент. То есть для вас комплекс, что вы не хотите работать. Или для вас комплекс, что вы обязательно там хотите, например, забеременеть, чтобы не работать. Или для вас комплекс, что вы не чувствуете себя девушкой. Да? То есть что конкретно вы видите для себя как комплекс. Вот. На текущий момент это остается здесь неясным. Вот. То есть остается неясным то, что вы хотите сами для себя, например, изменить. да? Вот. Остается неясным то, что вы сами для себя хотите как-то вот, значит, ну, может быть, переделать, да, может быть, поменять и так далее. Вот. Вот. То есть вот это, на мой взгляд, является довольно серьезным аспектом здесь. И, соответственно, именно на это я и хотел бы сейчас обратить ваше внимание. потому что это важно. Следующий аспект. Вы говорите о том, что вам, ну, чтобы вам помочь. Да? Да. Мы можем вам помочь. Это правда. Есть один нюанс, который заключается в том, что вы почему-то решили, вы почему-то думаете, что мы сможем вам помочь, как вот, ну, как вы говорите, вот, разобраться. Вашей ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И вашего довольно короткого рассказа о себе. Вот это удивительно. То ли вы в данном случае так сильно обесцениваете себя, что считается, что ваша проблематика является настолько типовой, что... Ну вот, можно прощипать. Ага, такой короткий вопрос, да, такой короткий текст, вот. И всё, и сразу всё станет как бы, ну, очевидно. Я вас в этом смысле, пожалуй, разреширую и скажу, что бабы не ошибиться, с одной стороны. И бабы иметь, ну, иметь все факты налицо, а также сохранить уважение, то есть, чтобы не вызвать у вас сопротивление, чтобы не вызвать у вас негатив, да, например, вот. Допустим, непонятно, что вы считаете комплексом, да, к примеру. И я вам говорю, что работать необходимо, да, работать нужно, вот. Вы, соответственно, там, ну, к примеру, несерьёзно относитесь к жизни, вот. И вам это неприятно, потому что у вас в жизни, может быть, есть травма, связанная с, ну, условно говоря, с работой, с отношением к работе, допустим. Вот вы, прям, буквально травмированы этим, например. Вот. Ну, вы же, вы же понимаете, что, что категорически неверно здесь, в таком случае. То, что я сказал. Поэтому нужно всё выяснить сначала. Прежде чем помогать вам разбираться. Смотрите, где проблема. Вот. Обязательно. Обязательно. Понять, согласны ли вы сами с тем, что это проблема. То есть, вот опять же, например, я считаю, допустим, ну, это вот просто, просто вот в качестве примера, да, вот. Я считаю, например, что проблемой является то, что вы не хотите работать. Например. Вот я считаю это проблемой. А вы этой проблемой не считаете. То есть, ну, для вас проблемой является, там, грубо говоря, что-то другое, да? Вот. Понимаете, да? Понимаете, какая штука? И, соответственно, что получится. Если мы не придём к единому пониманию того, что есть проблема и как её решать. Ну, условно говоря. Ну, вот. Понимаете, да? Какая история здесь? Вот. То есть, вот очень, очень важно на эти вещи обратите внимание. И с вами всё это проясните. Вот. И только тогда, как мне кажется, можно будет говорить уже о том, чтобы помогать вам разобраться. Вот как-то так я это вижу. Опять же, давайте немножечко уточним с вами то, что вы называете комплексом. Да? Ну, вот. То есть, вы считаете комплексом. Влияет ли это на качество вашей веры? Если да, если влияет, то как? То есть, как снижается качество вашей жизни? Вот. А что вы не можете себе позволить? Ну, себе позволить. Вот. То есть, ну, что получается? Получается, вы себе, получается, вы себе запрещают. Вот. Ну, вашим текущим состоянием и положением. Чего вы лечены? Вот. Что касается того, что вы не можете забеременеть, то, на мой взгляд, это связано с тем, что вы не можете расслабиться. Вот. То есть, вам либо сложно выбирать. Человеку. Вот. Либо, либо вы сами в какой-то степени тревожная личность. Вот. И, соответственно, нужно вам в этом направлении работать. Так что, если в плане, например, физиологии, да, если в плане физиологии у вас все в порядке никаких, а препятствий нет, то это исключительно, это исключительно психологическая проблема, скажем так. Вот. И тут можно консультироваться как вам, ну, самой, так и вместе со своим молодым человеком. Вот. Чтобы увидеть некие, ну, допустим, подводные камни, да, ваших отношений. Вот. Которые и составляют основания для невозможности забеременеть вам. Вот. Оп. Такой в целом ответ я мог бы вам дать. Еще то, что я мог бы порекомендовать прямо сейчас, это посмотреть какой для вас идеал женского поведения. То есть вы говорите, что не чувствуете себя, значит, девушкой, вот. Вот если вы себя, ну, не чувствуете девушкой, то, по-видимому, есть какие-то для этого причины, да, есть какие-то, какие-то для этого основания. То есть как-то вы себя, получается, может быть, обесцениваете, да, как-то вы к себе, может быть, ну, плохо относитесь, да, и так далее. Вот. То есть, ну, как-то вот, как-то вот себя вы, ну, подавляете что-то. Соответственно, нужно, во-первых, увидеть, как именно вы себя подавляете, за счет чего, за счет каких ресурсов, да, за счет каких средств вы это делаете сами собой. Это первое. А дальше уже посмотреть немножечко на другое. Посмотреть на то, какая модель женского поведения вызывает у меня, ну, позитивные чувства. То есть, что меня, что меня, скажем так, восхищает, да, вот, что меня приводит во, ну, во, во, во вторг, вот. Какие персонажи женские меня восхищают, что я называю красивым и так далее. То есть, вот, как-то прикоснуться к этому. И, ну, в буквальном смысле, может быть, пере... перестроить себя. Это звучит, вот, конечно, ну, это звучит, конечно, не очень приятно, я понимаю. Но, вообще-то это интересно. Это интересно, потому что вы будете привносить в свою жизнь, ну, вот, скажем так, большое количество позитивных для вас моментов, вот. И ваша жизнь, она будет становиться радостнее, лучше, интереснее и так далее. Вот. То есть, тут не нужно пугаться. Кроме того, делать вы это в любом случае будете не одна, вот. Делать вы это будете со специалистом, вот. Так что, это уже всяко, эээ, всяко проще для вас. Вот. Вот вы говорите, что у вас нету другого способа не работать, кроме как уйти в декрет. И, эээ, честно-честно говоря, это, эээ, вызывает. Вот. Ох. Эээ, неко-неко-неко-неко-неко-неко-некоторые. Эээ, скепсис. Там еще там. Вы взрослый человек и имеете право делать и имеете право не делать, что хотите. Вот. Другой вопрос, если вы не хотите работать, но хотите жить хорошо. Да? Вот. Тут еще вот вопрос компромиссов. Тут необходимо искать компромисс. Возможно, эээ, возможно, только возможно, что ваши комплексы как раз с тем и связаны, что вы не можете найти внутренний компромисс. Ну, ничего страшного, опять же, эээ, психолог вам с этим, с этим поможет. Это не проблема. На этом все. Эээ, желаю вам удачи. Ээээ, всего самого доброго. Эээ, обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Чтобы увидеть на сегодняшний день и seu поверный. П within три пор eher одна początku этой проб Cortland Amongstate the building. В 검찰 и твоей природы. Продолжение следует...